Константин Исмаилов – потомственный инструктор. Все в его семье, родители и даже брат учат управлять автомобилями. Экзамены по новым правилам требуют большей аккуратности, уверен молодой человек. И раньше, по его мнению, было проще. Тютельку-тютельку проходить, надо всё ближе, расстояние ближе, надо теперь без остановок, только останавливаться на конце упражнения. До этого у нас было перед началом, перед концом, надо всё время было останавливаться. А сейчас уже можно проезжать. Изменения коснулись экзамена на площадке. Обязательных элементов на этом этапе стало на два больше, вместо трёх – пять. Добавились повороты под прямым углом. Скорректировали и требования к вождению в городе. По новым правилам на него отводится не больше получаса. Новшества заметные, но не радикальные, говорят ученики автошкол. Сложнее будет сдать первую часть экзамена, уверены они. Практика-то, город тот же самый остался, и правила те же самые. Мне кажется, теория, потому что одна ошибка получается, сразу пять новых заданий – это немножко напрягает. Трудно на самом деле. Я думаю, легче, конечно, предыдущий вариант. Но это, естественно, не ужесточение, а улучшение, так сказать, для водителей, качество езды. Если все будут культурнее ездить, будет проще всем. Вместе с экзаменами обновилась и программа подготовки. Теперь обучение в автошколе займет полгода. По старым правилам научиться водить легковой автомобиль можно было в два раза быстрее. Елена Бабин, Алексей Пименов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok